и снова здравствуйте всем привет и так версия 36 был блендера будет на дыбал я тут случайно попал на модельку одну значит стимпанк и робот да давайте посмотрим как он выглядит и как с ним значит сделать рик и сделаем анимацию так найдем обжиг мод откроем модель посмотрим как она выглядит вот такая вот моделька прикольный такой пулеметчик мне понравился может игрушки какой-то может еще не знаю с какого-нибудь проекта так текстурки не открываются подгружаемся текстуры шейдинг выделяем находим add текстуры image текстуры подключим найдем теперь где находится наша вот эта разверточка так робот стимпанк внешний вид можно изменять так и добавим еще один материал так что-то подтупляет так следующий материал тоже подключаем add текстура имидж текстур почему потому что здесь две развертки на одного персонажа как это так получилось потому что персонаж был раздельный а потом его когда объединяешь у него могут здесь материалов быть вот этих вот штук пять так находим робот стимпанк подключаем пулемет ну вот такой получился прикольный персонаж так что еще прежде чем делать анимацию вы видите что модели это цельная ее нужно разделить полностью почему потому что у роботов вот такой вот механика не получится привязываться в большинстве случаев это допустим shift а если мы откроем арматуру single bone то получается если мы будем привязывать всего персонажа control п white automatic вот этот виджет то получится что здесь все будет тянуть ломать и это будет дело некорректно работать что нужно сделать выбираем персонажа заходим в edit mode и с помощью клавиши так здесь у меня screencast key установлен все нормально а теперь надо прибавить вам размер вот этого так как что буквы прибавляем а это давно не увеличивал это дело о эта мышка так м но но так будет лучше на и так с помощью клавиши l английской выделяем если объект полностью значит объединен и не разделяется но тогда уже пардонки если он склеен полностью то будет печальная история но если вот с помощью клавиши l и клавиши пить все отделяется то считайте повезло так теперь нам нужно отделить более-менее все детали это значит отделяем пулемет вот этот ну затворку l полностью вот эти все части если вот как у меня сейчас они не выделяется вы видите что здесь мало полигонов смысле мало вершин то выбираем полигоны чтобы лучше выбиралась все это дело тем более здесь все от зеркали на так выбираем все части которые пригодятся потом для привязки нашего вот этого мыша костям так смотрим чтобы не забыть какие-то нужные детали от станина тоже будет участвовать значит в привязке аккуратненько чтобы не зацепить пулемет с разных ракурсов смотрим чтобы не забыть какие-то значит полигоны так ну вроде бы смотрим теперь снизу вот эту тель деталь тоже все вот эти вот крышечки все вот эти вот кружочки выбираем все чтобы не забыть так вот и вот эти стенки тоже не забываем вот смотрите вот они площадки всякие так смотрим вот еще есть вот такие кружеля всякие так 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 хорошо все рассматриваем сверху снизу чтобы не забыть ничего так вот эти вот гайки тоже можно отделить но лучше их не трогать потому что это уже не отдельная гайка которая будет создавать вид кручения просто вот такая вот пимпа мы и мертву оставим пусть кружится только вот эти стойки опять же пи selection следом нам нужно отделить полностью пулемет возможно даже ствол отдельно сделать чтобы он ходил вперед назад вот все так вот аккуратненько со всех сторон внутри не забываем вот эти вот все части так не забываем отделить вот эту штуку полозья на которых будет двигаться пулемет вот эти все стенки тоже не забываем если у кого-то они присутствуют так внутренне он стенку тоже внутри пулемета вот уже полигон какой-то забылся как смотрим вот еще нижняя значит вот эту стенку делаем английская пи selection и таким образом полностью отделяем значит те детали которые нам нужны а понадобится нам вот эта деталь отдельно с гайками которые идет каждую гайку тут тоже не забываем так не знаю прокатит этот персонаж значит без претензий с выкладкой на youtube но если вдруг что-то многие успеют посмотреть а потом я его просто удалю и закину вк или в дзем так я думаю претензий не должно быть от автора да так ну и таким образом все нам понадобится отдельно руки руки все выделяем полностью с этими гайками потому что гайки они не будут крутиться значит со всех сторон опять же вот смотрим смотрим с моим не забываем никакие крышечки тут никакие детальки и получится что у нас должна быть отдельно вот это значит запчасть вот этот шатун или как его там назвать потом значит у нас отдельно получается должна быть вот эта часть смотрим тоже видите у нее еще задние полигоны есть выбираем вот эти все части смотрите здесь выбираем каким образом можно да но вот эту часть можно пополам взять на одну сторону отделяем посмотрим снизу вроде все выделилось делаем пить selection то же самое делаем с той стороны потом заходим в object mode если что-то мешает не видно каких-то деталей то можно с помощью английской клавиши аж все это дело скрыть ну и тут взять то что нам надо допустим можно сделать анимацию ремня сделать кручение вот этого диска внутренне вот это видно не будет поэтому можно его просто не брать в расчет вы видите что здесь как бы приварено здесь изгиба не не будет головы голова двигаться не будет но можно все это дело потихоньку кости поставить и создать движение так также лента пулеметная нам пока не понадобится можно сделать будет свою и анимацию чтобы пули вылетали и полностью проходила лента опустошалась это если кому интересно будет тоже потом можно будет рассмотреть ну и в принципе у вас получается разделенный персонаж вот отдельно у вас идут одни детали вторые вот эти пулемет вот потом будет персонаж нижняя вот этот статичная значит статичный крепеж какой-нибудь поверхности он не должен крутиться двигаться а вот эта вся штука должна крутиться пулемет должен водиться вверх-вниз вот по этим полозе ну а теперь давайте рассмотрим рик так как все отделили у вас получается что тут у нас английская аж пока отключу значит все вот отделено пулемет станина нижняя часть та часть которая будет крутиться робот стасна скажет этой щиток отдельно значит голова отдельно шлем отдельно затвор отдельно потому что он должен на косточке бегать туда-сюда ну и в принципе все теперь давайте рассмотрим рик я его вставлять так или вставить давайте вам покажу как все это дело вставляется а потом как все это дело работает пока я удалю значит аж этот рик тройка на нампаде так shift а добавляем ароматуру single bone ставим ее in front ну и идем уже куда обычно edit mode это будет первая кость которая у нас будет отвечать за перенос всего персонажа то бишь это будет рут кость потом е вот вытягиваем еще одну кость делом alt и clear parent так можно ее поставить повыше так теперь от этой косточке вытягиваем еще одну кость персонаж у нас тут не будет гнуться поэтому достаточно будет одной кости но где-то вот так ее поставить так теперь если вы будете делать движение головы ну не столь обязательно потому что там я вам повторюсь что вроде как бы сварка и нету никаких шатунов никаких переходов так теперь значит вытягиваем одну косточку прям до центра вот этой гайки вот прям к центру желательно поточнее все это дело попасть отцентровать теперь у нас получается косточка на голову выходит потому что голова будет крутиться вверх вниз по бокам не будет будет крутиться вся станина так ну с этим все теперь то же самое сначала по каким делом по пулемету и по вот этой защелке да смотрите щиток вытягиваем на одну кость alt p clear parent g подставляем к его вот этому стыку где у него кружочек да сейчас покажу аж эту косточку скроем вот он у него вот этот вот стык вот он тройка на нампаде можно поставить прозрачность выбрать кость g ну и находим вот он на центр его ставим так эту косточку можно подальше прям вытянуть до самого пулемета так на пулемет теперь идет отдельная кость alt p clear parent подводим к нашему пулемету и на вот этот бегунок на затвор shift d вверх поднимем сделаем с это будет отдельная косточка которая вяжется к пулемету control p keep off set потом пулемет вяжется к щитку обязательно control p keep off set эта косточка управляшка вяжется к нашей косточке которая будет отвечать за кручение значит пулеметчика на станине это будет control p keep off set ну а это кость крепится к рут кости которая будет переносить весь риг control p keep off set так alt h возвращаем эту штуку эта косточка вяжется control p keep off set косточки которые будут отвечать за кручение ну и в принципе что нам теперь понадобится сделать вот эти руки object mode давайте пока вот это все аж скроем включим какой-нибудь вот такой вид выберем опять же кости зайдем в edit mode и здесь уже единицы нам паде сделаем как человека выведем вот эти кости значит на центр вот этих всех гаек ну где-то вот сюда да это будет включиться опять же это станина вот это я думаю что ей крутиться не надо это вроде как каркас просто alt p отключаем clear parent отсоединяем эту косточку можно сделать даже s поменьше передвинуть вот сюда чтобы не назначать лишний раз веса можно и сделать побольше чтоб она все зацепила вяжем ее к груди control p keep offset так теперь вот эту косточку пока можно аж отключить вот увидите что здесь нужно все это дело поточнее подгадывать так теперь е вытягиваем до середины локтя е вытягиваем еще вот сюда вот к нашей вот этой вот пулемет тоже откроем вот к этой детали чтобы ничего тут не тянуло семерка на нампаде уводим кость управляшки в бок alt p clear parent и от этой косточки е вытягиваем еще вот сюда кость до нашей вот этой крутилки если она будет пополам деленная то выводим значит вот на одну половину если одна крутилка будет на одну руку полностью присоединяться а тут шток только будет то тогда на всю ее вытягиваем так наполовину поставлю теперь эту косточку как руку вяжем к управляшке ctrl p keep off set ну и все в принципе зеркалем еще одну косточку можно на круг вот этот поставить ну так это вот с любой стороны можно вытянуть alt p clear parent и подставить ее значит к нашему кругу по центру потом на косточку можно сделать кручение и будет просто крутиться постоянно вот этот как его называют диск вот сюда его так тройка на нампаде значит можно одну косточку добавить на каску если вдруг попадание будет в робота чтоб можно там каска слетела ну хотя бы что-то от него отлетало так же можно сделать чтобы рука отлетала но это уже не проблема кости у нас отделенные мы их можем просто переносить так вяжем эту косточку голове ctrl p keep off set так значит сначала нужно alt p отделить и привязать ctrl p keep off set эту косточку поднимаем кверху чтобы шлем был отдельно потом что еще можно сделать так ну с этим вроде бы все так на управляшку накручение установлено так ну чтобы все разлеталось можно все отделить вот эту косточку alt p clear parent вот эту тоже alt p clear parent эту вяжем этой кости ctrl p keep off set а эту вяжем ключицы c c с ну вот таким образом теперь мы можем руку полностью откидывать вместе с управляшкой это одна деталь отлетит если мы выберем вот эту деталь то отлетит и эта деталь ну вот таким вот образом так все это зеркалим так не забываем никакие кости единицы на нампаде shift d правая кнопка мира x global все это дело переводим на соседнюю руку нашу ну и в принципе что в принципе все alt h риг собран как это все дело вяжется заходим в object mode выбираем первую деталь это вот станина с гайками вяжем ее крут кости ctrl p так не тут давайте зайдем в post mode выбираем вот эту кость и делаем ctrl p все будем все будем значит подключать с помощью бон вот ctrl p выбираем бон все это уже будет одна деталь привязана следующая вот эта вот деталь полностью потом деталь со станиной так давайте вот вот эту доспехи привяжем значит косточки груди вот это кость ctrl p бон так alt h вернем вернем пулеметы так а это что такое вернулся рик я же его удалял вроде после аддона по моему вот этого авторик про у меня здесь вообще настройки все сбиваются но я не работал в 3.6 в 2.93 надо теперь наверное полностью удалить и скачать другую версию потому что возвращаю на дефолт все работает работает если включаю выключаю один проект второй проект опять все сбивается в хлам и не получается работать с ней да так теперь смотрите вот у нас тоже косточка зайдем в edit mode и вот эту косточку подтянем к середине вот сюда она будет отвечать у нас вот за этот как он забыл ну словом вот этот механизм заряжания так делаем опять же посмотрим выбираем эту косточку ctrl p бом и вот она будет привязана мы ее установим туда куда нам надо а точнее мы ее подставим в пулемет вот сюда так теперь что у нас получается как у нас вяжутся руки выбираем вот как видно не будет вот эту вот штуку выбираем и выбираем через shift кости заходим в post mode выбираем нашу одну деталь делаем ctrl p бом и так же проделываем со всеми частями за исключением за исключением значит голову как да за исключением головы ее можно уже привязать тут больше костей позвоночник можно привязать white automatic widget так теперь заходим в object mode выбираем еще одну детальку вот эту вот она выбираем еще одну кость ос мод выбираем кость сделаем ctrl p бон и полностью полностью так все бонами вяжем шлем такая же штука ctrl p бон так отключаем какие-то детали заходим в object mode английская h и вот смотрите осталось вот это вот отдельно станина вот она и осталась отдельно у меня голова вот это все выбираем и просто привяжем к этим костям делаем ctrl p white automatic widget так теперь проверяем заходим по смот настроим одну сторону я не буду полностью его настраивать я вам сейчас покажу что вот эти руки выбираем кость управляшки выбираем следующую кость делаем ctrl p так пардонте это ctrl shift c inverse kinematic и добавляем ее влияние на две кости так теперь смотрим что у нас получается g вы видите что у нас нормально плечевая ходит вот она так одна кость не привязалась он alt g смотрим почему такая штука бывает у меня мышка не дощелкивает так так а ну-ка выбираем вот эту запчасть выбираем кости посмотрим ctrl p white автомат ух ты ctrl p это будет бомб управляшки и она должна уйти так почему-то уходит некорректно так это значит у нас alt g normal назад ну попробуем тогда обмануть это дело раз тут еще присутствует деталь чтобы это не распадалось выберем значит тут эти запчасти так где она тут вот она следом выберем вот эту запчасть и выберем ctrl p white automatic виджет проверяем посмотрим у нас не должно ничего распадаться так g вот все здесь ходит но видите что связка прошла вот она и потянула веса вот за это я и говорил что вот эту деталь нужно внимательно смотреть или потом вот эту косточку выбрать и чуть-чуть сделать чтобы она не двигалась нарисовать веса так так ладно теперь еще что сделать можно заходим в edit mode выбираем вот эту кость и вот эту кость и вяжем ее вот к этим костям ctrl p и offset для чего для того чтобы сейчас заходим в post mode смотрите ну здесь вот разрыв не будет рука в принципе вот эти наши руки максимум будет ходить ну вот так видите запчасти это ходит все тут работает единственно что не привязали не привязана с той стороны детали но это все корректируется постоянно вот так по отдельности так эта кость у нас будет работать на поворот вы видите что сейчас если привязать пулемет привязать вот этот щиток полностью так alt g alt r возврат то все заработает выбираем object mode выбираем щиток выбираем кость заходим в post mode выбираем вот эту косточку на щиток ctrl p бон это все должны быть боны так теперь пулемет выбираем выбираем кости заходим в post mode опять же выбираем вот эту косточку за пулемет отвечающую ctrl p бон и теперь когда мы будем вертеть вот эту кость вот у нас все будет опускаться единственное что вот эту руку тоже сейчас нужно поднастроить на inverse kinematic и тогда все будет ходить хорошо alt g alt r alt alt r назад возвращаемся настраиваем вот эту кость на inverse kinematic ctrl c c inverse kinematic на две косточки и смотрим теперь у нас вот этот персонаж должен работать с руками вот вы видите опускается поднимается все бегунок вот этот вставляем в наш пулемет потом подгадаем чтобы он точно был в разъеме так каску назад на персонажа она может потом перекручиваться слетать там пуля в нее может попадать так смотрим кручение все привязано к этой кости семерка на нампаде смотрим чтобы ничего не распадалось вот у нас персонаж крутится вертится видите полностью по всем осям если вдруг будете крутить alt g alt r если вы будете значит крутить персонажа вот в таком значит ракурсе вот то все будет нормально но если вы будете крутить клавиши r то у вас видите будет вот эти вот заломы о нужно еще руку вот эту привязать так вот эти вот все штукенции тоже привязать alt g alt r то здесь уже попроще вы просто отключаете ротацию на какие-нибудь оси и допустим r все он будет крутиться только вверх вниз допустим вот а эту косточку можно крутить уже так и и и так смотрим вот этот круг вяжем к этой косточке он толпе это будет бон потом значит вот эту станину вот тут эту полностью станину можно привязать каким костям а ну-ка попробуем control и white automatic widget зайдем выберем только кости зайдем посмотрим если мы тройка на нампаде ведем r позвоночник так что у нас тут не прикрепилась не прикрепился у нас тут именно и позвоночник не суть вопроса выходим выбираем позвоночник так 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 вот вот этот позвоночник просто привязываем к этой кости спине control пи или control пи наверно бон сейчас посмотрим что с ним там происходит ну в принципе все увидите он не ломается мне показал что он натянулся разломался нет все нормально просто обманка такая ну вот и все выбираем alt h все детали которые скрывались и заменяем внешний вид костей просто выбираем кости заходим заходим в пост мод выбираем root кость n панель как n панель находим rig tool находим где она тут вот root кость крит увеличиваем ее в размере назначаем ей какой нибудь цвет группа бон здесь вот в 3.6 версии выбирается цвет вот здесь уже не внизу ну здесь где он раньше был ну и это decision применяем все заменяем вот эти кости управляшки пулемет и сейчас сделаем какую нибудь анимацию итак попробуем теперь сделать какую нибудь анимацию выбираем кости заходим в post mode стройка на нампаде поставить надо наш вот эту штуку центр где она будет значит стрелять двигаться так теперь что значит таймлайн вытягиваем прописываем а и лок рот следом выбираем так кость управляшки семерка на нампаде давайте так hg так семерка на нампаде ну давайте покрутим так не эту кость забыл вот эту нашу управляшку так в эту сторону крутанем так это будет на десятый кадр и лок рот потом на двадцатый кадр и лок рот ищет цель потом тридцатый кадр пусть вернется назад так и лок рот смотрим но это слишком быстро надо будет потом вот так подгадать по кадрам растянуть где-то что-то где-то задержку поставить теперь на сороковом кадре выбираем кость вот эту вот отвечающую за пулемет делаем лок рот следом какая штука да значит как бы по ползункам должен двигаться пулемет значит да выбираем пулемет выбираем кости управляшки вот эти делаем вперед потом кость управляшки тоже вперед передвигаем а и лок рот следом на 50 кадре выбираем все это дело опять же и возвращаем назад ну чуть вперед да и вот этот ползунок вперед сюда до конца а и лок рот вот вот уже пошла значит механика стрельбы как бы отдача да насколько часто это нужно сделать это уже так нужно будет подгадаться опять же так ну к этому делу промежуточные давайте добавим раз двинулась значит рука ну пусть тогда и двинется голова так следом немножко пусть отдалится наше тело так так это рука так вот оно у нас тело тройка на нампаде и значит на отдачу чуть опустим вот этот пулемет а и лок рот он уже прикольно получается значит вот этот кадр на 60 так на 45 на на 55 g а этот кадр на 60 и вот эти кадры три штуки с и д д д о нормально теперь на сотом кадре можно тоже чуть-чуть покрутить все это дело так семерка на нампаде и лок рот и вот эти кадры тоже с fd сюда так а ну-ка не прокатывает стоп берет а ну-ка ну-ка прописан и окрут теперь выписываем control z и окрут опять затвор вперед окрут следом на 110 затвор назад руки примет назад а и лук рот так теперь shift shift так и в промежутках добавим так control z и 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 так вот такая простенькая значит анимация вот такой вот персонаж на этом все всем пока до свидания